Привет! В этом видео мы с вами поговорим о функциях в языке Python. Заходите на сайт itproger.com, ссылка на данный видеоурок на сайте будет в описании к видео, здесь вы найдете и код, и домашние задания каждому видеоуроку. Функции это по сути как некая подпрограмма, которую мы можем вызывать из нашего кода, ну и соответственно будет выполняться весь тот код, который находится в самой функции. Для того, чтобы сделать функцию в языке Python, необходимо прописать ключевое слово def. Это означает, что мы уже приступили по сути к функции. Дальше необходимо назвать эту функцию как угодно, точно так же как с переменами, мы просто должны дать любое имя. К примеру, я напишу fun, этого хватит. Дальше ставим вот такие вот скобки, и после чего опять-таки двоеточие. В эти скобки мы можем передавать параметры, то есть это переменные, это могут быть и кортежи, это может быть что угодно, что мы передаем функцию, и соответственно с этим мы в дальнейшем в самой функции можем работать. К примеру, я могу сюда ничего не передавать, это будут просто такие пустые скобки. Я могу сюда передавать несколько параметров. К примеру, первый параметр я назову x, второй параметр я назову a, и третий параметр я, например, назову b. То есть в таком случае наша функция будет принимать три параметра. Теперь здесь в нашей первоначальной функции все будет очень-очень просто. Мы будем просто возвращать по выполнению этой функции, мы просто будем возвращать число x. Ну, то есть, вот этот параметр, вернее, это не число, это просто параметр, вот это можно сказать, нашу переменную x. То есть, если мы вызываем функцию, функция просто возвращает, благодаря ключевому слову return, возвращает нам значение x. Я, наверное, один параметр здесь поставлю, ну, просто будем один передавать сюда параметр, и больше ничего. Теперь, если я просто попробую вывести нашу вот эту func, то есть func x, и сюда передам параметр 23, то, соответственно, у нас выполнится то, что вывелось просто на экран 23. Потому что мы обратились к функции нашей func, передали в нее параметр 23, и все, что делает функция, она просто возвращает этот же параметр. По сути, эта функция абсолютно бессмысленная в нашем случае, ну, потому что, действительно, зачем такую функцию создавать? Вот, поэтому давайте ее немножечко украсим, добавим еще один параметр, это будет просто любое название, я, например, a написал, и теперь наша функция будет делать то, что она будет плюсовать эти два параметра. То есть x плюс a. Соответственно, здесь через запятую я должен передать еще один параметр, ибо если я этот параметр не передаю, то это будет ошибка, так как здесь мы должны принимать два параметра, а передаем всего лишь один. Поэтому я еще один дополнительный параметр передаю, и пускай в моем случае это будет 12. Соответственно, теперь функция выводит 35, потому что она как раз плюсует два числа. Точно так же я могу передавать вместо чисел, например, сюда какие-то строки, к примеру, я могу передать hello, а здесь передать через пробел world. Вот таким вот образом, например. Соответственно, опять-таки, она просто приплюсует две эти строки, и получится hello world. Ну, то есть, точно то же самое, что мы и хотели получить, причем даже один здесь пробел оставлю. В самой функции может быть сколько угодно строчек кода. К примеру, я добавлю еще одну строчку кода, это будет переменная res, которая будет x плюс a. Ну, соответственно, возвращать мы теперь будем не эту сумму, а именно переменную res. По сути, если мы запустим программку, у нас все один в один сработает так же, как и срабатывало до этого. Важный момент, что количество пробелов, либо табов для всех строчек в самой функции, точно так же, как для условных операторов, либо циклов, должно быть одинаковым. То есть, вот здесь у нас один таб, и здесь тоже у нас один таб, тогда функция эта будет, ну, нормально абсолютно работать. Сами функции могут возвращать что угодно. Это могут быть обычные перемены, как вот в нашем случае, это могут быть списки, словари, кортежи, ну и тому подобное. То есть, все, что мы изучали, в принципе, функции могут возвращать. То есть, возвращают они благодаря ключевому слову return, ну и то, что мы передаем, то есть, то, что мы возвращаем. В данном случае просто перемены возвращали. Давайте мы с вами создадим такую функцию, в которой будет еще одна функция, ну и, в принципе, даже лучше будет, если я ее начну создавать, а потом объясню, как это и что мы там сделали. Например, мы создадим еще одну функцию, она будет называться add, и здесь первая наша функция, вот эта вот, она будет принимать только один параметр, это x, а вот вторая наша функция будет принимать уже второй параметр, это, ну, получается параметр a, который мы так назовем. Теперь, наша эта вторая функция, заметьте, что опять-таки количество табов увеличивается, да, то есть, опять-таки, на один таб я дальше пишу. Наша эта вторая функция, она просто возвращает x плюс a, ну, то есть, по сути, то же самое, что у нас, то же самое, что ж такое, то же самое, что у нас делала эта функция, но только теперь немножечко по-другому это будет выглядеть. И наша вот эта основная функция, по сути, func, она также возвращает значение, только вот она возвращает значение, которое является вызовом вот этой вот функции, то есть, мы пишем add, и в нее, и в нее мы ничего не передаем, просто мы как бы пишем add, то есть, что это означает? Когда мы теперь будем вызывать функцию func, она будет возвращать функцию add, и, соответственно, функция add будет возвращать сумму x плюс a. Зачем такое может понадобиться? Ну, к примеру, давайте мы создадим тест какой-то, тест вот, и присвоим ему значение func, и передадим туда параметр, например, 100. Теперь, вот этот тест, это является наша функция, то есть, наша функция, вот эта вот, по сути, функция, и в нее мы передали параметр 100, то есть, если я теперь напишу еще дополнительно, что мы берем тест, и передаем в нее параметр 200, это, помним, это уже функция, да, то этот параметр 200, он уже записывается сюда. По сути, возможно, все так сложно, как-то я объясняю, но, тем не менее, давайте я сначала это все выведу на экран, и потом еще раз объясню. И у нас возникла ошибка, дело в том, что я случайно дописал ненужный символ t, ну, для вот этой нашей функции, такой функции не существует попросту. Поэтому мы в тест записываем нашу функцию func, и ее потом выводим. Давайте сначала посмотрим, что получилось. Получилось 300. Почему так получилось? Смотрите, мы изначально в тест, то есть, это мы создаем как бы функцию, по сути, как переменную функцию, можно это так назвать, вот, и в нее мы записываем функцию нашу, которая называется func, и передаем в нее, в функцию func, параметр 100. То есть, x в данный момент равен 100. Теперь, если мы обращаемся к тест, она уже будет работать с вот этой функцией add, по сути. Поэтому, когда я пишу тест 200, мы передаем в нашу функцию add число 200. Таким образом, x у нас равно 100, а буквочка a, то есть параметр a, он равен 200. Ну, потому что вот мы его передали. Теперь, когда он просто суммируется, выводится на экран 300. Ну, благодаря тому, что мы принт, благодаря тому, что мы все записываем в функции print, то выводится еще дополнительно это на экран. Да, но по сути, просто число 300 получается. Зачем такое может быть понадобится? Ну, вот, например, у вас может быть какая-то одна функция, вот наша func, в ней что-то происходит, и потом у вас может быть как дополнительная мелкая подпрограммка, в которой там меняется одно буквально число в зависимости от какой-то задачки. Ну, как вот в нашем случае, да, то есть мы там 200 можем, я могу написать 250. Ну, то есть что-то такое небольшое меняется, по сути, нам не надо передавать каждый раз, еще вот эти вот параметры стоят, или там что-то в этом духе. Вот, поэтому мы вот таким вот образом это все могли записать. Ну, к примеру, так вот оно работает, то есть мы в самой функции записали функцию, и возвращали потом здесь функцию add, и потом еще возвращали значение. Ну, в общем-то, возможно, в данный момент немножко это все сложно понять, но, тем не менее, это все на самом деле очень просто. Кроме того, сами функции могут ничего не возвращать. Если функция ничего не возвращает, к примеру, у нее нет никаких параметров, и она ничего не возвращает, мы просто пишем слово pass. Ну, то есть, например, здесь какие-то там происходят манипуляции, например, там x равно 34, там, я не знаю, y равно 45, и мы там что-то делаем с нашей программкой, вот дальше какие-то, я не знаю, там манипуляции проводим с нашей программкой. Ну и, соответственно, нам просто ничего не надо возвращать по окончанию функции. Поэтому мы пишем pass, и если мы такое сделаем, то, в принципе, когда мы потом выведем нашу функцию, давайте мы это тоже сделаем, я напишу func и выведу ее на экран просто, то в результате выведется просто слово none, то есть ничего, от функции ничего не возвращает. Поэтому такая вот тема. В самой функции мы также можем передавать аргументы по умолчанию. То есть что это означает? К примеру, у нас есть какая-либо функция, как вот в нашем случае, причем она потом будет кое-что возвращать, и, к примеру, в нее мы передаем несколько аргументов. То есть это r, w пускай будет, ну и еще какой-то y, например. И что такое аргумент по умолчанию? Это когда мы, например, наше w укажем, что оно будет равно 2. То есть теперь я могу не указывать, по сути, вот это вот значение для w. Обычно записываются вот эти аргументы по умолчанию в конце, поэтому я не для w, например, это напишу, а для y. То есть вот, например, y это будет наш аргумент по умолчанию, который равен 2. Теперь я могу этот аргумент попросту не передавать в нашу функцию. К примеру, я могу передать 2 и 4, а третий аргумент я его могу просто не передавать, и он будет по умолчанию равен 2. Если я передам этот аргумент, например, третий аргумент буду передавать, то я могу его изменить на какое угодно другое значение. Это не обязательно может быть цифра, это может быть все, что угодно. Ну, к примеру, я его сейчас не буду передавать. Что мы будем делать? Мы, например, будем... Давайте мы запишем новую переменную res, которая будет равняться r плюс w и еще... Упс, 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 вот просто w. И еще, например, мы еще раз res напишем, который будет означать, что мы res умножаем на наш y. То есть, получается, в нашем случае по умолчанию мы будем умножать его на 2. И теперь, когда я буду просто это выводить на экран, давайте посмотрим, что у нас из этого получилось. У нас получилось 12. Почему так? Потому что 2 плюс 4 это 6. И потом умножаем на параметры по умолчанию, то есть на 2. Если я, например, передам еще один какой-либо параметр, ну, давайте 3, например, передам, вот, то мы получим уже 18. Почему? Потому что 6 умножаем на 3, получается 18. Ну и все же помните, что вот эти параметры по умолчанию, их, конечно, записывать в конце. Ибо если я напишу для r, что оно равно там 4, к примеру, то, как бы я ни старался, потом будет постоянная ошибка. Только если я не присвою еще и w тоже какое-то значение. Вот, поэтому все-таки записывайте их в конце. Это важный момент. Теперь по поводу того, теперь еще по поводу параметров и того, как их можно передавать. К примеру, здесь мы каждый раз писали какое-то количество параметров, к примеру, 3 или там 4 параметра, или 1 параметр. Вот, но можно также записывать, можно передавать сюда неограниченное количество параметров. То есть мы, например, изначально не знаем, сколько мы хотим передать функцию параметров, и мы, значит, пишем нечто подобное. Мы ставим звездочку и дальше называем как угодно этот параметр. Ну, к примеру, в моем случае я назову его, например, q или, давайте более смысленно, args. То есть аргументы. Вот. И теперь все, что я буду делать, я буду выводить на экран как раз вот этот вот args. То есть вот этот вот параметр. Соответственно, здесь он один, а я передаю 3h параметра, и все сработает абсолютно верно. А, как видите, у нас передается именно кортеж. То есть это кортеж, который мы, по сути, не можем, мы не можем с ним уже в него добавлять дополнительные номера, ну, дополнительные элементы и так дальше. Ну, то есть в самом шлеме есть обычный кортеж выводится в результате. И, конечно же, мы можем сюда передавать все, что угодно. Там, например, я не знаю, там 45.45, ну и просто число. Да, если я такое попробую выпустить, запустить, и все у нас сработает абсолютно, опять-таки, нормально. То есть 3 типа данных абсолютно нормально выводятся. Ну, а если мы хотим передавать не кортеж, ну, вернее, принимать это все как вне виде кортежа, а в виде, например, словаря, то мы можем поставить 2 звездочки. И, соответственно, поскольку это у нас уже будет словарь, то мы можем писать нечто подобное. А равно, например, 23. b равно, ну или n, пускай, равно 56. И пускай будет o равно, упс, o равно будет 90, например. То есть у нас идет ключ и потом его значение. Если я такое попробую вывести на экран, то мы увидим, что выводится именно словарь, где есть ключи и есть значения. Кроме того, мы можем не только так записывать вот эти вот ключи и значения, мы можем записывать их еще и дополнительно. К примеру, short – это у нас будет в нашем случае dict просто. И, например, longer – это у нас будет dictionary. Dictionary. Вот. И, соответственно, если вывести такое, то, опять-таки, все это работает абсолютно нормально. Да, то есть у нас выводится это именно как словарь. Вот. Ну, то есть можно передавать сюда как в виде кортежа, как в виде словаря, то есть где у нас есть значения, вернее, где у нас есть ключи и значения. Ну и, соответственно, просто обычные параметры. Можно передавать в сами функции. Ну и сами функции уже добавлю все-таки. Могут, как вы видите, возвращать все, что угодно. Это и простые аргументы, как у нас были, числа, строки и прочее, прочее, прочее. Так и словари, кортежи, списки и тому подобные вещи. И последнее, что мы рассмотрим в этом видеоуроке, это так называемые Lambda Functions, то есть анонимные функции. Что это такое? По сути, это те же самые функции, что и вот это. Вот мы с вами рассматривали, они выполняют все те же самые операции. Вот только если для этой функции мы делаем, ну вот прям несколько строчек кода, здесь есть ключевое слово return, которое что-либо возвращает, то функция Lambda, она просто записывается в одну строчку и выполняет всего лишь одну какую-либо операцию. К примеру, мы можем записать нечто подобное. Например, я напишу add равно, и здесь мы записываем нашу вот эту вот функцию Lambda, в которую мы передаем два, например, параметра, это x и y, и функция, все, что она выполняет, это она добавляет два этих параметра. Ну, в принципе, опять-таки, это может быть какая угодная операция, ну, чтобы просто разобраться с функцией Lambda, я опять использую тот же пример, что и для функции def, ну, то есть обычной нашей функции. Мы можем плюс-минус поставить и умножение, ну, или что угодно, или любую другую операцию, ну, просто вот в данном случае такое нечто простое сделаем. И теперь давайте попробуем вывести эту нашу функцию add на экран, соответственно, в нее опять-таки надо передать два параметра, это x и y, ну, к примеру, 1 и 5, пускай у нас такие будут вещи, ну, или давайте пускай 2 будет и 5. Соответственно, если я попробую подобное запустить, то мы видим, во-первых, выдалась, вывелась наша та предыдущая функция, ну, и потом 10, то есть действительно два параметра при умножении 2 на 5 мы получим 10, поэтому вот так она записывается. Кроме того, мы теперь можем ее несколько раз вызывать, например, опять-таки я могу add написать, и сюда уже передавать не какие-то числа, а, например, строки, например, q, умноженное на, пускай на 2, например. Что у нас из этого получится? А получится qq, потому что просто, ну, два раза вывелась q, если я, например, 5 поставил, то выведется q нашей аж 5 штучек, 5 раз. Вот, соответственно, вот так вот она работает, это лэмда. Ну, кроме того, в саму эту лэмду функцию можно непосредственно даже ее не присваивать к какому-либо, какой-либо переменой, что ли, так это можно назвать. Вот, к примеру, если я напишу просто, ну, пускай print, лэмда, только это надо взять еще в скобки, и дополнительно после них, после них я еще поставлю еще одни скобки, в которые я как раз записываю эти два параметра, то есть x и y, если я здесь напишу, например, 2 и 6, то, соответственно, вот эта наша последняя функция, она выведет результат 12, как видите. Вот этот вот результат. Вот, то есть можно даже без присваивания к чему-либо вот так вот создать эту функцию. Ну, в принципе, сама функция, как я уже говорил, она выполняет все те же самые свойства, что и наша обычная функция def. То есть сюда мы можем передавать как кортежи, то есть вот благодаря этим звездочкам мы можем передавать сюда, ну, к примеру, давайте я, наверное, все-таки приведу пример. Например, мы пишем еще одну функцию, fan я ее назову, только здесь уже не будем использовать эти вот круглые скобки. Вот, и сюда я передаю параметр, параметром это вот эти наши arcs, то есть благодаря одной звездочке это будет именно кортеж, либо могу передавать словарь, ну, то есть там ключ и значение, да. И, к примеру, если я такое сделаю, то давайте я просто буду выводить в итоге на экран arcs, вот это наш, и все, и больше она ничего не будет делать. И теперь, если я напишу print, print fan, и сюда я передам, например, 2.56.78.56, например, вот, и сохраню это и все попробую вывести на экран, то мы видим, что вывелось действительно обычный кортеж, то есть то же самое, что и было с нашей простой функцией. Вот, вот такая вот работа с этим lambda. Как видите, здесь основное отличие заключается в том, что просто нет ключевого слова return. Ну, а по сути все то же самое. Ну, и плюс, конечно же, всего лишь одна операция здесь может быть выполнена. Но вот такой вот урок с функциями, они действительно очень-очень полезны в языке Python, да и в любом другом языке программирования, поэтому мы не могли их обойти стороной. На этом все. Подписывайтесь, вступайте в группу ВКонтакте, переходите на сайт itproger.com, все ссылки будут в описании к видео. До скорых встреч, пока!